Девушки отдыхают И дневной разворот и культпоход театральные Понимаешь, это здорово вообще-то Звезды так сошлись Да, звезды сошлись Но я всякий раз говорю, что бы не всегда по пятницам так сходились Так ведь приятно, приходишь на работу И здесь сидят хорошие творческие люди Да, звезды светят В общем, жизнь культурная кипит И это подтверждать сегодня мы будем своими эфирами Во-первых, именно сегодня в нашем городе На сцене Кировского драматического театра Открываются гастроли Воронежского академического театра драмы Имени русского поэта Алексея Васильевича Кольцова И мы в первую очередь приветствуем В нашей студии заслуженного артиста Воронежской области Исполнителя главной роли в спектакле Тортюв Это Юрий Смышников Юрий, добрый день Добрый день, ребята Добро пожаловать в наш город Вы чего нам летом не привезли в Киров? Я посмотрю сейчас прогноз погоды в Воронеже Завтра солнечно и плюс 28 В Воронеже всегда солнечно Вот как не послышаешь людей, которые там побывали В Воронеже выезжали, солнышко было Мы очень его везли, мы очень его наделись Где потеряли? В связи с тем, что дорога длинная очень 30 часов все-таки Где-то, наверное, где-то все-таки оно выскочило от нас Что у нас с микрофоном? Наш звукорежиссер Максим Микрофон, я имею в виду напротив Юрия Продолжаем Так, как добирались? Добирались отлично Давно так не ездил далеко Всегда считал, что до Питера это максимум, который может быть Нет, оказывается, есть города, которые находятся дальше Поэтому едем с двойственным Приехали таким ощущением Потому что, с одной стороны, грустно Что не сможем посмотреть ваших на нашей сцене Потому что наши тоже уезжают Да, ну конечно, мы же немножко поменялись Обменный вариант Поэтому ваши уехали в тепло, в жару Там им можно раздеться Здесь мы, наоборот, пооделись немножко Знаете, у нас такая фишка из года в год Приезжие артисты всегда высказываются о кировских дорогах Вам тоже предоставляется сейчас такая возможность Я имею в виду, заезжие артисты их всегда хают, ругают Мы приехали поздно вечером Поэтому мы так сильно не успели А, не наблюдали это счастье Поэтому нас вез хороший высокий автобус У которого хорошая подвеска И поэтому нас очень мягко хорошо довезли Вас не растрясло? Нет, абсолютно А судьба автобуса пока неизвестна Неизвестна, больше не виделись Ну, давайте принимающую сторону тоже представим Евгений Ланцов, художественный руководитель Кировского драматического театра Евгений Юрьевич, добрый день Здравствуйте, здравствуйте Евгений Юрьевич, вышли на минутку Мы наблюдаем Артисты, одно слово Мы наблюдаем некое воодушевление, исходящее от вас Коллеги приехали из Воронежа Прекрасная возможность поговорить, пообщаться Мы уехали туда Они приехали сюда Гастроли для театра Это всегда духоподъемно, радостно и счастливо Это открываются новые каналы, пути Значит, в общем И позывы к творчеству новые Юрий, познакомьте нас, пожалуйста, хотя бы вкратце С Воронежским академическим театром Единственное, что я знаю По истории театр академический в Воронеже Ну, гораздо старше, чем наш драматический театр Он старше У нас официальная дата основания 1877-й В прошлом году как раз это 40-летие было А в Воронеже что-то там речь идет о начале 19-го века 1802-й Но в этом году у нас была радостная новость С которой началась наша встреча Когда художественный руководитель вышел к нам на собрание На первом и сказал, что я вас поздравляю Наш театр стал старше Эдак лет на 16 То есть благодаря архивариусу нашему И подняли какие-то документы И выяснили, что наш театр основан на 1767-й год В 18-м веке Да, поэтому это не 217-й сезон А это уже 232-й сезон При Екатерине Велик Да, и мы теперь официально входим В пятерку старейших театров России Это как-то отразилось на вашем материальном положении И вам зарплату подняли Пока еще мы это не ощутили Только ощутили гордость Что мы действительно такие вот уже пожилые С опытом, с большим Что у нас есть великолепная история Посмотрим, что будет дальше Потому что, как правило, всегда Пятерка старейших театров Это какая-то федеральная помощь, поддержка Посмотрим, как это будет Какими-то российскими имперскими рублями Екатерининским Екатерининским выдаётся помощь Мы, кстати, были с Николаем очень удивлены Заслуженный артист Воронежской области Да, есть такая у нас история На уровне региона существует именно вот такое звание У нас в Кировской области такого нет Может быть, к сожалению К сожалению, конечно К сожалению, да Хороший опыт надо перенимать Надо, конечно, перенимать Расскажите о себе, сколько вы работаете уже в театре Ваши роли В 1994 году В 1994 год я пришёл в театр обучаться Я приехал из ближайшего города Боброво Который 100 километров находится от Воронежа Поступил на курс Анатолия Васильевича Иванова Народного артиста Сейчас ныне уже, к сожалению, ушедшего от нас И в 1996 году я был уже зачислен в труппу То есть со второго курса я уже начал играть активно В репертуаре театра Огромное количество было спектаклей сыграно Перечислять можно бесконечно Вспоминать не будем Самые любимые, самые запомнищие Одна из последних работ, которая была с Ивановым Ещё сделана, это у Тины Охота Вампилова я там играл, Зилова Виктора Потом была задумка сделать Мёртвые души Мы уже приступили к репетициям Но, к сожалению, судьба Она не спрашивает разрешения И забрала она от нас нашего мастера И он ушёл из жизни Почему мне это дорого, как бы, спектакль «Ути на охоту» Потому что мы с ним вместе получали региональные те же награды Наши премии, у нас есть события сезона И мы получали две награды Он за лучший спектакль «Ути на охоту», а я за лучшую мужскую роль Вот такая у нас была встреча творческая, заключительная Дальше уже пришёл к нам Владимир Сергеевич Петров С ним достаточно много было интересных работ Началась она с приручения Строптивой Очень интересный был подход И серьёзный такой спектакль Одна из последних с ним работ Это был спектакль «Вишнёвый сад» и «Гамлет» В «Гамлете» я играю короля Клавди В «Вишнёвом саде» я играю Лопахина Ермолая Алексеевича «Вишнёвый сад» вообще для меня какой-то знаковый стал Потому что я в этом спектакле работал ещё в постановке Анатолия Васильевича Иванова Там играл слугу Яшу Теперь я играл вот Лопахина уже, дорос, как говорится Ну и очень хочется сыграть, успеть ещё и Гаева А потом и Фирсом закончить Вообще будет чудесно Но вы исполняете главную роль, как мы уже сказали, в «Тартюфе» Почему мы ответили, потому что «Тартюф» приезжает к нам Эту постановку вы тоже привезли И она будет даваться у нас на сцене драмы 16 сентября Послезавтра Да, послезавтра, 16 часов Гастроли-то короткие, а три дня? Три дня! Дело в том, что, понимаете, я уже начал с того, что дорога достаточно 30 часов ехать, три дня Продолжительно И так едешь, наблюдаешь за окошками Ну это здорово, это прекрасно Я вот с Евгением Ассалют согласен Гастроли должны быть, они необходимы И чем чаще, тем лучше Потому что вот эти обменные истории Они вдохновляют на какие-то новые подвиги, свершения Они заставляют Наблюдая за окружающим Вообще процессом творческим В других городах, в других регионах Они на что-то подталкивают Поэтому это здорово, что это случилось И не жалеем нисколько То, что там длинная дорога, усталости никакой нет Длинная дорога, короткие гастроли Просто я вспоминаю тоже, извините, в советское время Когда к нам летом приезжали в театры На три недели каждые три театра Музыкальные, оперные В советское время еще что-то То есть если уж приехали, так приехали Показали свой репертуар В это время наш театр Прошлись по заведениям местным Ну, город посмотрели За три дня Тогда вся страна поднималась театрально И все 800 театров Они одновременно поднимались И ехали в разные города По месяцу как минимум Сейчас это давно забытое дело Но вот С точки зрения зрителей это прекрасное было Прекрасное, прекрасное И были полные залы каждый раз И с удовольствием публика ходила во всех городах То есть это Поэтому вот эта программа Большие гастроли федеральные Она вот Министерство культуры Российской Федерации Да, да Некая попытка возрождения Как в чьей-то светлой голове Это пришло А чем-то светлой На второй голове Удалось пробить эти стены Значит чиновничьи Да, чтобы Выделялись на это деньги Регулярно выделялись Уже несколько лет Вот театры перемещаются Провинциальные С места на место Вот обменными такими гастролями Драматически наш театр Уже не впервые принимает участие В этой федеральной программе В прошлом году было в Йошкарале Значит в этом году Вот обменные с Воронежем Это три дня мы одновременно начинаем там Сегодня мы даем там 18-25 Наш спектакль по Дюма А сегодня Воронеж открывает здесь Чайку Так и происходит Это вот у нас по всей стране Со всеми Со многими театрами Мы написали заявки на следующий год На гастроли Там будет более-более расширенная программа Пока сказать не могу Ну потому что не утверждено Но когда утвердится Обязательно я об этом протрублю Во все трубы Что у нас будет В следующем году Тоже более расширенная Не с одним городом А с несколькими городами Такой обменный город У самих театров Есть возможность выбирать Кого приглашать И куда ехать Или это такая разнарядка сверху Нет-нет-нет Мы выбираем Потому что Начинается здесь демократично Сначала мы выбираем Должны выбрать сами театр Друг друга Должны найти Договориться А потом парно Ну если это Обменные гастроли Театр на театр То мы выходим Уже с заявкой На федеральный центр И оно утверждает Или нет Миша, это смета Все как полагается А потом уже утверждается Не утверждается То есть не всех утверждают Не всегда утверждают Это как бы Не всякий город Который подает заявку Того утверждают Федеральный центр К сожалению Потому что по идее Должны ездить все Мое такое мнение А вот с Воронежем Почему именно выбор Пал на этот город Ну это было без меня Поскольку я же здесь Только что не дам Я с удовольствием Еще пока повторяю Новичок у нас уже В драм-театре Севераль месяца А гастроли заделывались В прошлом году Там в сентябре Да Это дело директора Татьяны Владимировны Чараневой Она вышла Это ее контакты Ее находки И так далее Она договорилась Поэтому Ее фактически Проект назвать Да И поэтому спектакли Поехали В этом проекте Небольшой паузы У нас сейчас будет Гастроли Воронежского Академического театра Драмы имени Кольцова Сегодня он стартует На сцене Драматического театра Нашего Мы продолжим Через полминуты Ну что Евгений Ланцов Худрук Кировского Драматического театра В нашей студии И гость Нашего города Нашего театра Юрий Смышников Заслуженный артист Воронежской области Исполнитель главной роли В спектакле Тартюв Воронежцы покажут Данный спектакль Послезавтра 16 сентября Давайте еще Поворок моментом Пройдемся Министерство культуры Российской Федерации Поддерживает этот проект Большие гастроли Оплачивается дорога Театр И проживание И проживание Нет, нет Проживание за счет театра Это только дорога Это я оговорился Как дорогих коллег Разместили Где разместили Каждый театр Ищет сам Мы помогали На улице Казанская Чудесная гостиница Губернская Знаете Местечко хорошее Знаете Предыдущее название улицы Нет, конечно Буквально 4-5 лет назад Да, переименовали Была улица Большевиков Большевиков Вы видите А Казанская Да, это была гостиница Губернская В советское время Дом колхозника Дом колхозника Но она очень сильно Изменилась с того времени Извините Вот почему Я чувствую Почему в 17-м году Начался разговор О гастроли Потому что это 100 лет Да Было комсомол Историческое дыхание Устроились хорошо 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 Чудесно Историческое приказание Вот Поэтому Какие еще условия Тут надо соблюдать При обменах Театр сам выбирает Репертуар Ну и естественно Все заработки Остаются в театре Это очень выгодно Тем более Дорога Это дело дорогостоящее Поэтому это Большой подспорь Для каждого театра Чтобы были оплачены Наши билеты Я просто вспоминаю Билеты есть еще в продаже Уже раз заговорили об этом По-моему там есть еще билеты Еще остатки остались Но в общем продажи Хорошо прошли Хорошо Я узнавал вчера Отлично А наши как там В Воронеже узнавали Наши пока еще не узнавал Не могу сказать Как же вы их без себя Те отпустили Не соврать Ну надо Без присмотра Надо принимать здесь Директор поехала туда А мы разделились А я здесь буду принимать Вот гостей Наши народные поехали В Воронеж Исаева Смирнов Нет Исаева не занята Ни в одном спектакле А Смирнов поехал С дядюшким сыном Он поедет Вернее выйдет Завтра Сегодня выйдет Чтобы дядюшки Сот сыграть На заключительный день Среди ваших Олег Юрий Народные есть артисты? Да Народные артисты у нас Приедут тоже На заключительный спектакль Это будут Американские горки Сергей Карпов А у нас также Приехали еще и Заслуженные артисты И Елена Гладышева И Александр Смоленинов Будут эти люди На сцене Уже сегодня будут И Ольга Рыбникова Будет заслуженная актриса В спектакле «Чайка» Ну давайте вот сейчас Пройдемся По тому репертуару Тем более такое начало Удар Начинаем с «Чайки» Прямо сегодня Увидет очень интересную Постановку Владимира Сергеевича Петрова Очень интересные декорации Очень интересные решения Поэтому не хочется Открывать всех тайн Пусть приходит Посмотрит Ну заинтригуете Хотя бы Что-то там приоткроете Чуть-чуть В чем там необычность Собственно Классического В отличие от классического Ну понимаете Классическое Когда мы смотрим То есть в принципе Я ни разу не видел Чайкова Чтобы там были Главные герои Мужчины наши И чтобы они были Там Моложе Тридцати лет А у нас они Гораздо моложе То есть чаще-то Они как раз Гораздо старше сорока Насколько я помню В отличие Потому что роли козырные И туда идут уже Самые Да И у нас Очаровательно Молодая актриса Играет главную героиню И сын Ее играет Совсем юный парень Ну вот То есть в принципе Сын? Ну да А, сына играют Да, да, да Я уже думал Молодая актриса Сын уже играет Нет, нет, нет И там очень Омолодился у нас состав То есть вы увидите Прям абсолютно Такую юную Замечательную Постановочку С очень талантливыми Актерами Есть современные Такие моменты Будут всплывать Очень интересный Декорационный Перекличка Современность Есть, конечно То есть такая Несовершенно классическая Постановка Нет, нет, нет Абсолютно Владимир Сергеевич Вообще я так понимаю Что не очень любит Вот это вот прям такое Что прям классика Классика была Все равно это должно Как-то с нашим Временем пересекаться Должно быть что-то Узнаваемо Трогать, собственно Это есть везде У него фактически Это есть и в Вишневом саде Это есть и в Гамлете Особенно в последней Постановке Там прям совсем Это ярко Там Но Гамлет не приехал Поэтому будем надеяться Что это не последний раз Мы встречаемся Будет здесь и Гамлет И будет все остальное На Воронежской сцене Сколько Чайков уже Оставится Чайка Такой уже Авторитетный спектакль Нет, он достаточно Идет давно Ну вот То есть это Наверное Порядка Наверное Четырех сезонов Уже идет Идет достаточно успешно Это всегда Полный зал У нас вообще У нас город Воронеж Это очень студенческий город Там очень много Учебных заведений У нас много Людей Которых мы называем Любя интеллигенцией Ну вот Эти люди очень любят Классику Они с удовольствием На нее ходят Тем более Что до этого Антолий Васильевич Иванов Он вообще Как бы на этом Жил То есть у нас были Такие авторы Как Булгаков Островский Вампилов Чехов То есть это Все те авторы Которых И проходят По учебной программе И поэтому У нас огромное было Количество всегда И студентов И педагогов Преподавателей И врачей То есть всех Эти Владимир Сергеевич Он в принципе От этого не отстает Хотя человек Достаточно современный У него есть И подходы К решению Каких-то пьес Современных Но классика Опять же То есть Ну Воронеж На минуточку Город-миллионник Там побольше А театров Много вообще В Воронеже Конкуренция Скажем так Высока Я не скажу У нас для сравнения Тюз есть У нас три Драматические Театры кукол У нас есть Театр кукол У нас есть Театр юного Зрительного У нас есть Театр оперы и балета У нас есть Камерный театр Который находится Фактически Через дорогу от нас Там тоже Ставятся и Классические произведения Вот там Одни из последних Спектаклей Это И Гроза Это Дядя Ваня То есть вы на одном поле С ними играете Рядышком Рядышком Ну как и у них есть Как какой-то Основной костяк Своих зрителей Так у нас есть Своих зрителей Которые преданные И любят театр драмы Есть которые любят И преданные Камерному театру Хотя я говорю Мы находимся через дорогу Потому что им построили Прям совсем недавно Новое абсолютно здание В стиле лофт Да Губернатор Теперь он уже Теперь он уже в Москве Алексей Васильевич Гордеев Не за решеткой Не-не-не Он министр Он министр Извините Жизнь такая Я не могу Не уточнить Это у нас губернатор А у них У вас так Очень театральная Семья И супруга у него Татьяна Александровна Тоже принимала Активное участие В реставрации нашего театра Потому что наш театр 17 лет стоял За железобетонным забором И я не знаю Может быть ждали Когда он упадет И в центре города Построят какой-то супермаркет Слава богу Этого не случилось Пришел достойный человек И сделал это все Достаточно быстро И у нас сейчас Но я думаю Что приедут ваши артисты И расскажут свои впечатления Потому что театр Абсолютно новый В каждой гримерке Душевые кабины То есть все сделано Для артистов Чтобы им было комфортно И уютно Евгений Юрьевич Вы так это записываете Что сделать При реставрации нашего театра Если бы это только От Евгений Юрьевича зависело Это запросто Я все это знаю Лишь бы было бы решение Вроде как решение Это есть о том Что пора реставрировать Драмтеатр Ну Будем надеяться Что будет выполнено Финансовые вопросы Они сложны Тут на воду дуть Что все случилось Хорошо Про чайку рассказали Давайте дальше Следующая у нас Постановочка будет Которая послезавтра Собственно В которой я буду принимать Активное участие Потому что играю главную роль Это спектакль Тартьюф Мольера Это Это спектакль У нас ставил Приезжий Режиссер Из города Геленджика Анатолий Слюсаренко Ой Из Геленджика Человек по фамилии Слюсаренко Да Да Очень талантливый мужчина Актер И режиссер Сейчас Насколько Это как В качестве эксперимента Он приглашался Я так понимаю Что у них с Владимиром Сергеевичем Были такие дружеские Теплые отношения Но вот Он его пригласил в наш театр Он где-то неделю присутствовал Отсматривал спектакли Смотрел Знакомился с актерским составом Потом он вынес свой вердикт Собрал тех Кого он хотел видеть И Просто порекомендовал Что Я бы хотел Чтобы вы сыграли Этого актера Персонажа Вы этого Вы этого Когда он сказал Что А вас я вижу в роли Тартьюфа Я конечно Первое впечатление было Я не очень понимал Где я И где Тартьюфа То есть какие-то разные Немножко люди Но Мы же актеры Тем интереснее Когда роль Особенно сопротивления Когда глубоко приходится В себе копаться Он что-то увидел В результате что-то получилось Потому что Действительно Спектакль хороший Мы ездили с ним в Липецк Тоже стали лауреатами Там За эти роли Слюсаренко очень прозорлив Я на вас смотрю Уж минут 15 И пытаюсь найти Что-нибудь от Тартьюфа Ничего не нарушил Здорово А что Где-то реальное изображение Тартьюфа есть? Нет Ну его характер Ну его же характеризуют Есть какие-то такие Стандартные характеристики Да Поэтому Я скажу одно Что я Несколько другой Чем сейчас в студии На сцене Поэтому приходите Увидите Само собой Насколько сильно Вам приходится Менять себя Когда вы входите Ну внутренне Абсолютно Практически Прям с ног на голову Прям Да Я прям другой в жизни Совсем Да Кстати У нас написано В подсказке Что у всех спектаклей Воронежского театра Возрастное ограничение 16 лет Это мы для Роскомнадзора Для Роскомнадзора 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 Наснимательно слушают Обязательно прохи Не нарушили закон Обренной информации Для детей И что там Ну понятно И еще один спектакль Давайте о нем расскажем Американские горки Я имею в виду Да Американские горки Это комедия Это комедия Это достаточно такой Легкий спектакль В котором занято Всего два актера Это молодая актриса Марсальская Екатерина И наш народный артист Сергей Викторович Карпов Это который подъедет Как раз к этому спектаклю Да Этот спектакль Будет закрывать Наши Гастроль здесь На Кировской земле Поэтому Это лавстори Это как тебе сказать Несколько слов Вы знаете Это довольно известная пьеса Довольно известная пьеса Для Лена Делона Специально Он даже есть В экранном варианте В фильме В варианте фильма Я вас что-то не припомню К сожалению Там начинается как лавстори Начинается как лавстори Начинается как Вот свойственно Большинство мужчин Где-нибудь Поддаст Особенно те кто постарше А вдруг на них обращают внимание Те кто помладше Девочки И говорят Какое замечательное прекрасное И что-то там зажигается внутри И внутри все переворачивается Ты приводишь домой Эту девушку Начинаешь с ней продолжать Чудесный вечер А потом история развивается Совсем непредсказуемо Что клофелинничает Нет кто есть Кто потом Выясняется Мы не будем всех тайн рассказывать Это же МВД клофелина Это же МВД клофелина Мы же не будем это рассказывать Не ну вы скажите Что в конце убийца Садовник И пусть все ждут До самого конца Так все таки Есть третий артист Их двое Понятно Ну вот три постановки Добро пожаловать Довольно разнохарактерные Абсолютно Мы постарались Я так понимаю Что это как раз Руководством театра Обсуждалось Чтобы не однопланово Потому что мы могли бы привезти Понимаете Вишневый сад Чайка Мы прям пошли По Чехову прошлись бы Да еще так Для Чтобы восклицательного знака Привезли бы Какой-нибудь Например Женитьбу И Но Хотелось разные сделать вещи Чтобы абсолютно Охватить Большинство И возрастов И поколений И чтобы всем было интересно Но спектакли все достойны Спектакли все достойны И я думаю Что ваш зритель Он останется доволен Мы очень на это надеемся Будем надеяться Можно ли назвать их Не знаю Самыми кассовыми В репертуаре В Воронежского театра Или тут другие все-таки Критерии в первую очередь Можно и так сказать Можно и так сказать Эти спектакли Очень любят зрители Некоторые зрители Из числа и моих друзей Они даже бывали не раз На этих спектаклях Когда спрашиваешь Зачем Вы же уже видели этот спектакль Они говорят Ну вы не представляете Вы в каждом спектакле Все время чуточку разные Поэтому это интересно наблюдать Это вообще свойство театра По-моему Конечно Потому что там никогда не А почему он жив до сих пор театр Свойство каждого человека Меняться от дня ко дню И зритель тоже меняется Зритель меняется Он вырастает У него формируется Свое мировоззрение Он уже один тот спектакль Ну это вот посудите сами Вы открываете книгу Одну там Ну скажем Какую-нибудь Мастера Маргариты Прочитайте ее в 15 лет Прочитайте ее в 25 И в 35 Вы ее всегда будете Для себя по-новому открывать Юрий Ну это если даже брать Если брать короче Я посмотрел месяц назад спектакль И сегодня у меня разные настроения У меня разные обстоятельства И восприятие уже разное Я вижу Я акцентирую какие-то другие вещи совершенно Выхожу с другим тоже То есть театр в этом плане интересен Поэтому ничего удивительного Это живой организм Дай бог чтобы так было всегда И только в этом случае Театр будет жить Существовать Вопреки всему Несмотря на что Несмотря на засилие интернета Телевидение и так далее Это живое искусство А люди всегда тянутся больше к живому Подошло время рекламы У нас середина часа Буквально минутный перерыв И мы вернемся Ну что возвращаемся В нашу театральную гостиную Она у нас сегодня работает 2 часа Первый час в рамках Мужской пятницы Дневного разворота Второй час в рамках Культ похода И напомню что в гостях у нас сегодня Гость из Воронежа Из нашего далекого Три часов ехал все таки Человек Три часов ехал А потом еще три часов обратно ехать Юрий Смышников Заслуженный артист Воронежской области Вы гоняете То же Эти поработают Так всего-то три дня Три счастливых дня Были у меня С тобой Исполнитель главной роли В спектакле Тартюф И Евгений Ланцов Раздался его веселый хох Отдает художественного руководителя Кировского драмтеатра Евгений Юрьевич Вопрос Давайте не отделим внимания Мы наших Не отделим внимания Потому что наши Как раз вот были в Воронеж Волнуетесь ведь Как они там без вас Ну конечно Конечно Как же Гастроли не только Духоподъемно Но еще волнительно Во всех областях Как это все Как со зрителями Как доберутся Все ли доедут Все доехали Доехали все Никто не спрыгнул по дороге Да Все там Все там уже Сегодня спектакль Уже репетиция Что показываете там Пресс-конференция тоже Значит там Я упомянул уже 18.25 Это Автор сценария у нас будет Через полчаса здесь Прекрасно Юлия Юнышенко Она написала пьесу По Александру Дюма А поставил Молодой режиссер Захар Пантелеев Очень такой Современный Такой вот Острый спектакль С драками Со спагами И так далее Весь вот Оттуда Из того времени И красивый Ну я думаю Что рассказывать Кировскому зрителю Про него Я думаю что Театральные люди Они знают Хоть сходили Посмотрели Вот будет Открывать гастроли Сегодня Завтра будет У нас Темная аллея Это По Ивану Бунину Постановка Вот Классическая Такая Медленная Красивая И Значит Душевная Тоже знают Кировский зритель Потому что Давно идет спектакль И Закрывает гастроли Дядюшкин сон По Федору Михайловичу Достоевскому Ставил Виктор Узун Ныне уже покойный Светлая ему память Вот Его последняя Постановка была Вот у нас При жизни Он недавно Ушел из жизни Ну вот Такой красивый Музыкальный Музыкальный Спектакль Да С песнями С танцами В чем именно Выбор Музыкальный Достоевский Это вообще круто На эти работы На эти проекты Ну Классика Хотелось представить Театр Опять же В свете Полнокровным Полноценным Желание было Такое Конечно Ну Афиша была Еще раз Сформирована Без меня Еще В сентябре Октябре Того года Поэтому Вот такой Выбор Посмотрим Как воронежский Зритель Примет Материал Который Сейчас Евгений Юрьевич Озвучил Он знаком Юрий Ну конечно Воронежскому Зрителю Нет Он знаком Как бы Театральному Зрителю Наверное По книгам Больше Потому что Безусловно Мы все читали И Достоевского Федора Михайловича И Бунина Знаком И Дюма Дюма Вообще Как бы На этом Выросли С детства И потом На улицах Играли Тогда Компьютеров Не было Мы как раз В него и играли В его персонажи Но Ничего этого Наверное Из этого Исходили Организаторы Гастроли Чтобы этого Не было На сцене Потому что Было бы Конечно Странно Если бы Мы сюда Привезли Чайку И вы туда Привезли бы Чайку Мы бы Мы не меряемся Творческими возможностями Мы обмениваемся Именно опытом своим И радуем зрителей Потому что Все что мы делаем Это делается для зрителя Чтобы Их Вверхнуть В это искусство И приезжает Воронеж В Киров Приезжает Воронеж Это здорово Это прекрасно Так должно быть Будет ли какое-то Организовано Неформальное общение Евгений Юрьевич С коллегами Из Воронежа Думаю что да Конечно Посидеть Пообщаться Уже Вне театра Труп это там Ну не вся же Ну не вся же У нас Большого Многонаселенные спектакли Поэтому уехали Практически Вся трупа уехала Ну похоже У нас такая же история У нас достаточно много Сюда приехало Артистов Потому что Три спектакля Вот я не беру сейчас Заключительно Где два артиста А оба спектакля Что Тортюв Что Чайка Это тоже густонаселенные спектакли Там много персонажей У нас Много артистов И компанию Те которые хотели бы Почему я говорю двойственное впечатление С одной стороны Немножко грустно Что мы не можем вас там посмотреть На нашей сцене Но с другой стороны Очень здорово Что мы здесь И можем порадовать Вашего зрителя Но вот то что касается Вы говорите Что любит в принципе Актер И творческий человек Это неформальное общение Оно не совсем возможно В том формате Каком хотелось бы Потому что Те люди там Мы здесь В конце концов К того пойти обратно Будет же точка Где вы можете встретиться Это надо уже как-то Прорабатывать Надо подумать С точки зрения логистики Где-нибудь между Кировом Воронежем В какой-нибудь деревеньке Оба театра Стали на дом Поставили два автобуса Поставили два автобуса И пообщались Ну а сутки Это не так и много Господи Где сутки Там вторые Получится ли для гостей Из Воронежа Устроить некую экскурсию По городу Показать Это обязательно Я думаю Что конечно Если будет время По крайней мере Уже губернская гостиница Это уже по крайней мере Историческая часть города Уже хотя бы приятно Но мы тоже не сидим на месте Мы же те Кто например Сегодня не занят спектаклей В том числе и я Мы естественно Не будем сидеть в гостинице И погода нас Нисколько не пугает Потому что на самом деле Мы из жары Соскучились По бархатному сезону По прокладям Поэтому прогуляться Я бы его бархатным Не назвал конечно Есть что посмотреть Нет Нормально Очень хорошо Вы видите Вот я в маечке Легкий пиджачок Поэтому прям пойду Так вот гулять Фактически Куда Николай Советуем сходить Вот первым делом Советуйте Я просто растерялся сразу Вас развлекательные заведения Интересуют Не знаю Злачные места Природные какие-то объекты На набережную сходите Безусловно Вот набережную Она там рядышком Как раз от губернской гостиницы Не так далеко Да и Александровский сад Тоже недалеко Александровский сад Тоже успели Мимо филармонии прогулялись Потому что вчера Сходил я поужинал В каком-то кафе Который называется По-моему Милк Есть такое Тоже недалеко Вот очень приятно Вкусно Замечательно Ну а вообще У нас цены на общепит Довольно демократические Ну очень приятно У нас очень много Знаете Вот таких советских столовых Ну не так уж много Но остались еще Есть Для тех Кто любит такую экзотику Можно подсказать Ну относительно других городов Да Здесь это ощутимо Что в Кирове Таких хороших советских столовых Осталось достаточно много Да Есть Юрий А в этом году У вас Киров Единственная точка гастрольная Пока да Пока да Потому что очень много Вы вообще в этой программе Большая гастроли Вот именно как Воронежский театр Участвуйте Давно ли Евгений Юрьевич Сказал что мы участвуем Мы в Королу ездили Нет вы знаете У нас богатый опыт Конечно Я то в театре уже Больше 20 лет Поэтому безусловно Мы по России покатались Мы у нас были И с другими городами Какие то обменные гастроли Но даже не то что городами Мы были в Мюнхене Мы возили в Вишню А Мюнхен тоже город В конце концов Да Ну вот Нас судьба заносила Даже на Аляску В 97 году Мы 6 раз были в Турции В Трабзоне На фестивале международном То есть в принципе Покатались так Знаем что такое гастроли Почему мы говорим Что это необходимо Артистам Чтобы не затухать Как бы в своей каше А все равно нужно смотреть Потому что творческая личность Она должна постоянно развиваться Знаете как говорят Всегда стремись к совершенству Ибо оно недостижимо Поэтому вот Нужно все время стремиться А оно только Развить идет в общении А вот это общение Этой поездки Это благодаря Хорошим взаимоотношениям С руководством региона С местными культурными чиновниками Я думаю что в первую очередь Потому что когда Хотим намекнуть Мы тут немножко Нашим может быть Даже региональным властям Почему вы знаете Почему Вот я сейчас вспоминаю Как бы вот Своего мастера Еще Анатолия Васильевича Иванова Мы с ним часто катались Это были поездки И Таганрог И Ростов Потому что он Во-первых Сам там ставил спектакли И за время того Что он ставил там спектакли Конечно В него уже влюблял И влюблялась трупа Влюблялся зрители Поэтому когда разговор шел О каком-то фестивале О каких-то обменных гастролях Вопрос не стоял Кого приглашать Мы просто садились И ехали туда И нас там как На руках носили Поэтому это чудесно И я думаю что Это все через личное общение Через дружбу Через разговоры А уже потом Приятным творческим хвостом Едет вся трупа Но еще такой вопрос Вы говорите Что пока был губернатор Городеев И ясно что человек Очень семья Очень театральная Все сменилось Губернатор Есть какое-то изменение Вы знаете Сложно судить Потому что выборы Только девятого прошли Мы знаем Воронеж знает Очень хорошо Этого человека Александра Юрьевича Гусева Потому что он Долгое время На должности Мэр города Так он свой у вас Да На повышение пошел И он прекрасно понимает Все проблемы Он прекрасно понимает Куда двигаться И как подхватить эстафету Почему И я не боюсь Где-то в цифрах ошибиться Но по-моему Под 80% Жителей проголосовали Именно за него Потому что Нет альтернатив Вот каких-то Есть понимание Что человек в курсе Он знает куда двигаться Они работали В связке Очень тесная С Алексеем Васильевичем Алексей Васильевич Проявил за годы Своего губернаторства Но просто На высочайшем уровне Потому что город Преобразился на глазах Многие Во всех сферах Начиная с сельского хозяйства И всегда Как говорят Бюджет составляется И культура Это заключительная Графа По-моему Здесь так не было Потому что Я уже не говорю Про город Область Приобрела огромное количество Шикарных домов культуры Дворцов культуры В которые уже приезжаешь И ты приезжаешь Дворец культуры Знаете Стоят частные домики Там полуразрушенные Там Вот какие-то деревня А дворец культуры Как украшения То есть Находится Я уже не говорю про театры То есть вы по области ездите тоже Ну конечно Да Есть специальные программы Как я их называю Это культуру в массы Мы должны нести В любом случае Поэтому мы Как правило Это май месяц Мы должны обязательно Охватить какие-то Областные Дворцы культуры Мы приезжаем туда С несколькими спектаклями Это тоже дней Пять Мы живем Показываем эти спектакли Но народу это нужно Понимаете Потому что Когда приехать в Воронеж Это дорога Купить билет Это тоже Если это премьерный спектакль Это порядка Там 700-900 рублей Не все себе могут позволить Особенно жители Сельской местности А когда театр Приезжает к ним Конкретно И билет стоит Порядка 300 рублей Ну вы понимаете Ажиотаж сильнейший То есть полный зал Я сейчас слушаю вас Юрий И силиюсь Не открыть широко рот Чтобы слышать От человека Творческого Такую похвалу В адрес региональной власти Что многое делается Слушайте У меня Обращение К министерству культуры Кировской области Татьяна Сергеевна Хотим жить как в Воронеже Мазару имею ввиду Найдите пожалуйста Время пообщаться С воронежскими коллегами Они вам такое расскажут Мы сейчас не успели Все тут осветить Ну вот как Налажено Взаимодействие Между театром Театрами И региональными властями Я думаю Что было бы полезно Очень Да Пообщаться На этом мы завершаем Программу Дневной разворот Время наше Подходит к завершению Спасибо большое Удачных вам гастролей Спасибо вам Спасибо На кировской сцене Так и кировчанам Которые сейчас Воронеже Надеюсь что они там Чувствуют Сейчас нашу поддержку Юрий Смышников Заслуженный артист Воронежской области Исполнитель главной роли В спектакле Тартюв Тартюв еще раз напоминаем Можно будет видеть Послезавтра 16 сентября На сцене драмы Завтра Завтра Простите Тартюв завтра Евгений Ланцов Худрук Кировского драматического театра Спасибо большое До свидания Спасибо До свидания Удачи До свидания